МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города в студии. Дарья Гзюнова. Здравствуйте. С 1 января 2024 года анонсированы изменения в маршрутной сети нашего города. Директор профильного департамента выступил с докладом перед комиссией по ЖКХ и транспорту Общественной палаты Севастополя. Решение об отмене шести автобусных и двух троллейбусных маршрутов было принято единогласно. При этом схема всей сети, представленная ведомством в марте этого года, была скорректирована. Те маршруты, которые мы предлагали в марте месяце отменить, такие популярные маршруты, как 14-й, 109-й, 112-й, 107-й, отменяться они не будут в 2024 году, они также будут продолжаться функционировать. Единственное, что мы, нашу пересадочную модель, которую мы предлагали, мы отчасти локально каким-то образом ее внедрим. И именно, будет касаться 112-й маршрута, это не говорит, что он будет отменяться. При этом будет альтернативный маршрут, связки 28-го маршрута, к примеру, да, 28-го с 4-й, где пассажиры могут будет воспользоваться и как 112-м, а также этими маршрутами, при этом используя бесплатную пересадку. Принято решение не закрывать также маршруты номер 92 и 94, троллейбусы номер 11 и 11А на линии сменят автобусы. А вот автобусы номер 17, 20, 34, 44, 113 и 137 курсировать перестанут. На сегодняшний день мы рассматриваем возможность применения новой схемы расстановки транспортных следств на пятом километре, которая будет предполагать, если будет организована по тому маршруту организована пересадочная модель, то эти автобусы с двумя пересадками, там будут беспрепятственны, во-первых, это будет бесплатно, во-вторых, эти автобусы будут находиться друг в другом с другом, для того, чтобы пассажиры выше с одного автобуса, практически пройдя 2-3 шага, попал в другой автобус. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя подчеркнули, что работа с населением продолжится, и в новую схему маршрутной сети еще могут вноситься изменения. Я думаю, предполагаю, что сейчас население услышит те параметры, которые мы предлагаем в новую маршрутную сеть, мы обратно получим связь, однозначно проработаем, и с 1 января мы уже с учетом обсуждения, с учетом мнения населения будем уже ее внедрять. Капитальный ремонт кровли дома номер 22 на улице Ленина готов на 20%. Подрядная организация применяет технологию возведения кровельного покрытия 19 века, которая использовалась при застройке Севастополя. Таким образом, строители не только укрепляют крышу жилого дома и делают ее водонепроницаемой, но и стараются сохранить исторический облик центра города. Всего в этом году запланирован капитальный ремонт 219 домов. Контракт на капитальный ремонт кровли дома номер 22 по улице Ленина был заключен в мае этого года, а уже летом подрядная организация приступила к работам. Для того, чтобы сделать кровельное покрытие максимально надежным, строители используют технологию под названием «Фальц». Название произошло от типа крепления листов друг к другу. Данная технология исторически в 19 веке применялась в разных странах мира. В России она также широко распространена. В Севастополе она применялась при застройке города, при окрытии кровель металлом. Она проявила себя за все периоды эксплуатации крайне положительно, ввиду того, что покрытие кровли не имеет сквозных креплений. Подрядчик выбрал именно такую технологию, чтобы максимально защитить кровлю от влаги. Листы металла с полимерным покрытием соединяются между собой благодаря фальцевым швам и тем самым обеспечивают жесткость всего кровельного полотна. Такой классический способ используется строителями специально. Дом 1969 года пережил серьезное повреждение в прошлом. При постройке здания кровля была плоская, с наплавляемым покрытием. Но информация от проживающих здесь старожил выяснили, что при постройке соседних зданий на данную кровлю опирали кран или какие-либо конструкции для подачи материалов и нарушили целостность покрытия кровли. В связи с чем было принято решение из плоской кровли, распределив нагрузки, уйти на скатную кровлю и вот так в центре города появилась достаточно красивая в будущем фальцевая кровля. Фальцевая кровля прослужит 30-40 лет, уверены подрядчики. Плоская крыша уступает по сроку эксплуатации примерно на 10 лет. Однако возводить скатную крышу не весь день необходимо, и потому на многих зданиях кровля остается в неизменном виде. Такую реконструкцию фонд в содействии капитальному ремонту недавно завершил на доме по улице Батумская, 33. Из того, что на ней никогда не было, это появилось ограждение, которого никогда здесь не было, и появился организованный водосток. Ну, мы видим подвесные желоба, воронки, трубы водоотводящие. Соответственно, новое мембранное покрытие на всей кровле, штукатурены, отремонтированы дым-вент-каналы и установлены противопожарные выходы на кровлю. Дом 1962 года постройки. По словам подрядчика, если здесь когда-то и проводился капитальный ремонт кровли, то он давно потерял свою актуальность. Дело в том, что срок эксплуатации непосредственно старого кровельного материала, он, как правило, около 20 лет. И само время уже после проведения капитального ремонта, который был выполнен еще давным-давно на этой кровле, оно давно уже прошло. Поэтому, в принципе, на таких домах, однотипных, всегда кровля находится в плачевном состоянии. Срок гарантии крыши – 5 лет. Материалы же должны прослужить около 20. Стоимость строительно-монтажных работ составила около 2 миллионов рублей. К концу осени большинство кровель в нашем городе обещают отремонтировать. В текущем году у нас всего 219 домов запланировано на капитальный ремонт. Это и проектирование, и строительно-монтажные работы. При этом в 174 выполняются строительно-монтажные работы. Из них 118 домов – это кровли. 56 кровель полностью завершены, приняты комиссией. Более 40 кровель в высокой стадии готовности. И до ноября, я думаю, более 90% работ по кровлям будут завершены. Всего с 2015 года в Севастополе отремонтировано более 1 тысячи крыш. Сегодня в региональной программе по капитальному ремонту – 3324 дома. Мария Лигина, Севенфорумбюро. И к другим новостям. 9-й международный фестиваль кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир» пройдет в Севастополе с 21 по 25 октября. В конкурсной программе участвуют 50 игровых, документальных и телевизионных фильмов. Еще 45 работ отобраны для внеконкурсных показов. Специальные номинации этого года – «Крым в кадре» для кино, снятого на территории полуострова и посвященного ему. А также «За родину» о героях специальной военной операции. Гости фестиваля – актеры Игорь Днестрянский, Владимир Тимофеев, Дарья Сазонова, а также режиссеры Юрий Карра, Виталий Павлов и Наталья Бондарчук. Торжественная церемония открытия состоится в Доме офицера флота в субботу в 18.30. На большом экране зрители увидят ленту Юлианы Гремуты «Ой, то не вечер». Полную программу фестиваля можно найти на официальных сайтах кинофестиваля «Святой Владимир» и ретро-кинотеатры «Украина». Показы фильмов также пройдут в севастопольских кинотеатрах «Москва» и «Россия». В Бахчисарайском парке «Миниатюр» поселилась небольшая стая пингвинов из Южной Африки. Две байкальские нерпы и семь азиатских выдор. Новые вольеры торжественно открыли 19 октября. Сейчас животные проходят адаптацию. За ними внимательно следят сотрудники контактного зоопарка. О том, как обстоят дела у необычных для Крыма обитателей, рассказываем в следующем сюжете. В Бахчисарайском парке «Миниатюр» поволнения. Семь пингвинов Гомбальта еще вчера переехали в свой новый дом, а уже сегодня принимают гостей. Животные чувствуют себя хорошо. Здесь для них создали все необходимые условия. Особые условия у пингвинов, потому что они живут в Африке и на суше всегда тепло. То есть 20-30 градусов на суше должно быть. Но при этом вода должна быть всего лишь 15 градусов. Потому что там, где они обитают, проходит холодный гольфстрим. И там водится только один вид рыбы – салака, которой они и привыкли питаться всю свою жизнь. Это небольшая стая пингвинов родом из Южной Африки. В зооуголке парка «Миниатюр» их ждали три года. Перед приездом в Крым животные были на передержке в Сочи. Сейчас птицы привыкают к новому жилищу. И судя по тому, как они резвятся в воде, общаются друг с другом и красуются перед посетителями зооуголка, процесс адаптации проходит весьма успешно. Они очень быстро плавают и пешком ходят совершенно как люди, ходят по суше. Быстро плавают, потому что там, где они водятся, очень много акул обитает. Поэтому они приловчились постоянно от акул убегать. И это стаянные животные, социальные. Они очень любят именно компанию, поэтому по одному пингвины не живут. Меньше пяти особей они начинают скучать и плохо себя чувствовать. В первый день после переезда птиц кормят маленькими порциями – по одной-две рыбки. После они будут съедать по килограмму рыбы в сутки. Новый вольер пернатым морским обитателям понравился. Они сразу же приступили к формированию своего семейства. Одна пара у нас уже точно сформировалась, потому что они буквально только вышли, отошли в сторонку и сами между собой там что-то хурлыкали, ну, в общем-то, какие-то семейные разборки у них были. Вместе с пингвинами в зооуголок Бахчисарае из Индии прибыли семь азиатских выдор и две нерпы прямиком из озера Байкал. Для каждого вида оборудовали уютные домики с системами контроля температуры воды и воздуха и разработали специальный рацион питания. Содержание таких необычных для местной флоры и фауны животных – непростая задача. Но в этом сотрудникам зооуголка дистанционно помогают специалисты из Москвы, Японии и Китая. Генеральный директор Бахчисарайского парка «Миниатюр» Виктор Жиленко рассказал, что в настоящий момент готовит еще один вольер для новых морских обитателей. Сейчас мы ведем активные переговоры. Возможно, будут не котики, а даже морской морж, который 4 метра длиной, полтора метра шириной и щеки у него больше, чем у меня в два раза. Это просто волшебное животное. Если такое появится, я буду самым счастливым директором зоопарка. Познакомиться с удивительными животными пожелали множество гостей парка из разных городов Крыма. Владимир Михайлов вместе со своей маленькой дочкой Эмилией приехал в зооуголок из Севастополя. Удивительно видеть пингвинов в Крыму, если честно. Я максимально не ожидал, и мы не знали об этом мероприятии, попали сюда случайно. Но ребенок доволен. Я думаю, почаще будем приезжать. У меня сложные графики здесь в первый раз за три года. Бахчисарайский парк «Крым» в миниатюре на ладони открыт для посещения с 9 до 19 часов ежедневно. Жанна Тарасова, Дмитрий Лилека, Севин, Форумбюро. И к новостям спорта. Севастопольский черноморец дома упустил победу над аутсайдером премьеры Лиги Крымского футбольного союза. 18 октября состоялся перенесенный матч 17-го тура. В гости к флотской команде пожаловала «Спартак» КТ. Все голы были забиты в первом тайме. К 24-й минуте игроки черноморца дважды отличились в воротах соперника. Правда, еще до перерыва «Спартак» КТ смогла отыграться 2-2. Этот счет сохранился на табло до самого финального свистка. Как нельзя лучше складывался поединок. Забили удачно два мяча. Не знаю, будем разбираться. Возможно, уверовали, что легко возьмут команду «Спартак». Хотя на предыгровой установке было сказано, что команда никогда не уступает в борьбе, в единоборствах. И они будут играть до конца. Пятая игра за три недели тяжеловата, в любом случае функциональна. И накладывается психологическая усталость, потому что к играм надо подходить, правильно настраиваться. Так как проходных игр, как показывает наш чемпионат, их нет. В следующем матче «Черноморец» помирится силами с командой, которая обеспечила себе второе место по итогам текущего сезона – «Бахчисарайским Кызылташем». Встреча состоится 22 октября в 15.00 на стадионе имени 200-летия Севастополя. И еще одна спортивная новость. 19 октября состоялся Кубок Севастопольской Федерации Регби среди школьных команд. Всего в соревнованиях приняли участие шесть городских учебных заведений. Каждая из них представляли ребята в трех возрастных категориях – до 8, до 10 и до 13 лет. Матчи прошли на стадионе имени 200-летия Севастополя. Стадион имени 200-летия Севастополя уже стал родным для регбистов. Здесь проводятся практически все городские и даже межрегиональные соревнования. Кубок местной федерации среди школьных команд по тек-регби решили традиционно разыграть на уже полюбившемся поле. В нем участвуют участники регби на школьной лиге. Определились школы на основании рейтинга прошлого сезона, который мы провели в этом году. В прошлом сезон это был апрель. Лучшие школы, где массово преподается тек-регби, где массово дети занимаются, где есть действительно сетка возрастная не менее трех возрастов. Вот эти команды и приняли участие в сегодняшнем кубке. В кубке Севастопольской федерации регби участвовали 18 команд из шести городских школ. Матчи прошли в трех возрастных категориях. Фаворитами соревнований по праву считали сборные школы номер 44. В прошлом году именно они забрали главный трофей турнира, победив в общекомандном зачете. Самое важное в команде это дружба и умение контактировать. У нас в команде все дружелюбные, никто никогда не ругается. И все стараются ни на кого не кричать, зная то, что они сами не хуже играют. Получается, это командная игра. Возраст у нас хороший, ребята тренируются. И вообще наша команда, ну всегда мы стараемся лидером быть. Большую роль в успехе команд школы номер 44, безусловно, играет серьезный подход к развитию тег-регби среди учеников. В школе у нас тренируются ребята, которые помладше, 14, 15, 13, 12 года рождения. А ребята, которые постарше, приходят сюда на поле, там, 10-й, 9-й год. Приходят сюда на поле уже, играют в контакт. Ну, мы уже в тег не играем, мы только на соревнованиях. А так, и только малыши играют в тег. Занимаемся физикой только зимой, тактикой летом. Летом еще играем на песке, тренируемся. Нужна скорость и умение играть, видеть, как это назвать, дырки, правильно отдать пас, и чтобы твой сокомандник или ты правильно пробежал и занес. О развитии регби в Севастополе в последнее время уделяется большое внимание. Вскоре в городе стартует новый, четвертый по счету, сезон школьной лиги. В этом году мы отправляли в июне команду, две команды победителей третьего сезона регбиной школьной лиги. Это была команда образовательной школы номер 3 и номер 50. Школа номер 3 стала серебряным призером всероссийских соревнований. Привезли серебро в город Севастополь. Я думаю, это самый главный и важный показатель развития регбийной школьной лиги, развития тег-регби в городе Севастополь и заинтересованность наших юных севастопольцев. Главный трофей турнира Кубок Севастопольской городской федерации регби второй год подряд отправился в школу номер 44. Ее ученики завоевали два золотых и один серебряный комплект медалей в трех возрастных категориях. Антон Шлячков, Денис Александрович, Севинформбюро. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции городской 59 и 2060, а также мобильный плюс 7978-900-3131. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи на календаре пятница. А значит, есть повод улыбнуться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова